Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 27 марта в России отмечается Всемирный день театра. Как встречают праздник Самарские муниципальные театры? Чем они порадуют зрителей в 2024 году? В нашей студии Наталья Юрьевна Носова, заслуженная артистка Самарской области, исполнительный директор Драматического театра «Самарская площадь» и Евгений Александрович Сорокин, директор театра для всей семьи «Витражи». Наталья Юрьевна, Евгений Александрович, спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Ну и в начале программы, во-первых, хочу поздравить вас с наступающим праздником, Всемирным днем театра, и в связи с этим вопросом, что было интересного в прошедшем театральном сезоне и чем живет театр сейчас? Позвольте отвечу, наш театр начал активно очень, как и театральный сезон, это и награды, международные награды, это и очень активное начало года календарного, то есть с начала года буквально прошло несколько месяцев, а у нас уже две награды, это и за лучшую режиссуру, это и за лучшую роль, но и также это гастроли, это участие в рамках больших гастролей от Министерства культуры при поддержке Росконцерта. Мы посетили новые регионы нашей страны, это Луганск, и в феврале мы туда съездили, показав четыре спектакля. Помимо этого посетили в рамках уже другой программы в Москве, это театральная провинция, в Центральном доме актера имени Яблочкиной, мы также свозили туда спектакль по рассказам Шукшина «Здоровая родня». То есть вот такое у нас активное, можно сказать, начало и награды, и гастроли, и, конечно же, впереди у нас уже в ближайшее время еще один выезд с гастролями в рамках, опять-таки, больших гастролей, это в Новосибирск, уже в апреле мы буквально поедем. И прямо сейчас у нас готовится спектакль к юбилею нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина по его произведению «Метель». Буквально в мае будет показан этот спектакль. Очень ожидаем этот спектакль, потому что режиссер у нас приглашен из Москвы, имеет награды режиссер именитый. И при этом, конечно же, сейчас идут репетиционные процессы для постановки этого спектакля. И помимо этого идет очень насыщенная жизнь. Подаемся на фестивали, не только подаемся, нас приглашают на различные фестивали. И если раньше мы мечтали, как бы нам на какой фестиваль съездить много лет назад, то сейчас нам приходится выбирать. То есть нам приглашают на различные фестивали международные, региональные, всероссийские. И мы думаем, как все успеть. В общем-то, вот такое активное у нас начало. Наталья Юрьевна, у вас что происходит? Да, ну, как всем известно, театры живут не календарным годом, а театральными сезонами. И вот сейчас, когда театральный сезон не просто в разгаре, а уже перевалил за половину и оглядываясь назад, я могу сказать, что этот театральный сезон у нас выдался достаточно таким плотным, достаточно насыщенным. Начали мы с регионального, с межрегионального фестиваля Волготеатральный, который проходит у нас в Самаре. Показывали спектакль Шут Балакирев, получили за него две награды. Лучшая роль молодого артиста за роль Шута Роман Лёгсин и за роль Екатерины лучшая роль второго плана, женская роль. Это «Ваш покорный слуга». У нас случилось до Нового года две премьеры. Евгений Борисович дал две премьеры. Это спектакль «Театр» по одноимённому роману «Моэма» и спектакль «Фанатки». Родион Белецкий, автор, обстановка также Евгения Борисовича. У нас до Нового же года случилось два юбилея, два бенефиса. Это Елена Остапенко, одна из ведущих актрис в нашей театре. И мы юбилеем отметили. И вот так мы пришли к Новому году. Сейчас у нас такой глубокий репетиционный период. Нет, мы, конечно же, играем ежедневно, выходим на подмостки нашей сцены. Репетирует, Евгений Борисович, сразу два спектакля. Первый – это «Три сестры», который завершит чеховскую трилогию в репертуаре нашего театра, поскольку у нас уже давно и успешно идут и «Чайка» чеховская, и «Вишнёвый сад». Вот теперь ещё будет «Три сестры». И второй спектакль, работу над сценарием, которого сейчас завершает Евгений Борисович, приступает к репетициям, это спектакль «Вырбатим». Это для нас новое. Впервые мы будем делать подобный театральный проект по документальным рассказам участников и ветеранов специальной военной операции. Мы с ними встречались, мы с ними поговорили. Это очень сильно тронуло. Это очень сильно заинтересовало. Мы по три, по четыре часа просто без остановки разговаривали, интервьюровали. Вот сейчас сценарий уже практически готов. К маю мы планируем сдать этот театральный проект. И летом к нам приедет Александр Кладько, режиссёр из Санкт-Петербурга, ставить старомодную комедию «Арбузова», которую уже можно смело назвать «Советской, российской классикой». Это классика, согласен. Да, зрители знают, Александр Кладько уже. К сожалению, времени не так много. Вот такой важный вопрос. Вот на ваш взгляд, вот театр должен поддерживать традиции, которые сложились? Или всё-таки стоит быть современным, идти в ногу со временем? Вот прям кратко. И вот вы, Наталья Юрьевна, и вы, Евгений Александрович. Хороший очень вопрос про традиции. Но я считаю, что одно другому совсем не мешает. Традиции в обязательном порядке нужно поддерживать. Традиции как в семье, как в стране, так же и в театре. Театр – это большая семья и такая маленькая страна. Обязательно. И идти в ногу со временем. Они рождают новые традиции. Мы поддержали, вспомнили старую традицию Станиславского – устраивать капустники. 27 марта был Великий пост, и поэтому играть было нельзя, они устраивали капустники. Мы несколько интерпретировали, мы играем, но мы угощаем зрителей капустными пирогами. То есть мы сделали это своей традицией. Это пришлось по сердцу нашему зрителю и нам. Вот мы продолжаем. У нас много традиций в театре. Юрий Александрович. Так как я директор театра для всей семьи, вот на этом примере, наверное, и расскажу. То есть в семье у нас семья из кого состоит? Из детей, из родителей, а также и бабушки, дедушки. Так вот, на мой взгляд, бабушки, дедушки, родители – это проживают опыт, набивают шишки, ошибки, ну и успехи, и пытаются его передать. И также, если масштабировать, то получается классика – это во все времена то, что незыблемо – ценности, традиции. Но, в свою очередь, не стоит забывать и про детей, которые, так говоря, современным языком в тренде, которые понимают, что происходит прямо сейчас на улице. И дети, в свою очередь, это те люди, которые… У них жажда познания, то есть что-то новое, что-то интересное и так далее. И мне кажется, вот как раз должен быть баланс между родительскими такими отношениями, как в семье баланс, традициями, то, что сэкономит время молодежи. Это и так понятно, на опыте это выяснили. Но и, в свою очередь, нельзя и закрывать глаза на новые технологии, на новые современные какие-то тенденции, которые стоит также применять. Но и там, и там важна мера. Согласен. Согласен. Большое спасибо за интересную, насыщенную беседу. Обязательно приду к вам в гости. Сейчас мы посмотрим сюжет, ну и затем продолжим программу, но уже в новом составе. Спасибо большое. Всех приглашаю в театр. На сцене театр «Самарская площадь» премьер спектакля фанатки по пьесе Родиона Белецкого. Мир трех девушек наполнен только музыкой и любовью к одному мужчине – музыканту Юрию Космонавту. Роль главной героини постановки – Светлану – играет молодая актриса Ксения Дубник. Девушка признается, что в обычной жизни никогда не была ничьей фанаткой, если только в раннем детстве. Такого бешеного фанатизма у меня лично как-то у человека нет. У меня есть какое-то уважение, действительно я признаю, какая большая работа у человека проделана. Но чтобы вот с таким сумасшествием где-то стоять около подъездов, выпрашивать номера, звонить, доставать – такого во мне лично не было. Премьера спектакля фанатки состоялась в день рождения театра «Самарская площадь». 13 декабря ему исполнилось 36 лет. Наш театр родился в 87-м году и практически сразу же начались 90-е. И вот премьера – это 90-е. Это такой ностальжи для взрослых. Но в первую очередь спектакль адресован, конечно же, молодежи. И играют у нас молодые актеры. В зрительном зале «Аншлаг» перед началом спектакля основатель и художественный руководитель театра Евгений Дробышев рассказал о том, как подбирал музыкальное сопровождение постановки. Впервые игру актеров в «Самарской площади» сопровождала рок-музыка. Я искал группы, которых никто не знает. И я всех начинал спрашивать. Вы знаете вот эту группу? Нет, не знаю. А вот эту? Нет, не знаю. Ура! Все, беру. Не исключено, что у этой постановки впереди долгая жизнь. Ведь в репертуаре театра «Самарская площадь» есть спектакли, которые играются на сцене. И по 25-30 лет. В нашей студии Елена Геннадьевна Колотовкина, художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры. И Лев Николаевич Митрофанов, художественный руководитель театра «Лукоморье». Елена Геннадьевна, Лев Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Вот накануне, можно сказать, в день Всемирного дня театра. И у меня, знаете, такой, наверное, вопрос сразу и к вам обоим. Я знаю, что с 2017 года ваши театры участвуют в федеральном проекте «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» направление «Театры детям». Вот, ну, ваша прямая, так сказать, специализация. Сколько спектаклей поставлено в рамках этого проекта? И что планируете в 2024 году? Ну, конечно, это большая очень нам подмога, большая подспорья. Мы за счет этого проекта очень хорошо поправили техническое оснащение нашей студии звукосаписи, нашей музыкальной студии, где пишутся наши дети-вокалисты. И поставили 15 музыкальных спектаклей для разных возрастов. Маленьким детям, таких как вот «Сапогах», «Бременские музыканты», «Приключения веселого паровозика» и другие, рассчитанные на средний возраст, «Маленький принц», «Музыкальный шкатулка», «Щелкончик». И даже для молодежной аудитории все о главном. «Космическая сага», «Мы рождены не для войны». Поэтому, в общем, имеем возможность показать все свое искусство, все свое мастерство. В этом году работаем над спектаклем «По легендам и былим Жигулей». Называться он будет «Сказ о земле Самарской». И рассчитываем, что продержимся с ним и до юбилея нашей Самарской губернии в 26-м году. Поэтому вот такие у нас планы. Лев Николаевич, что вы сделали, так сказать, в рамках этого проекта? Ну, у нас тоже большая помощь, конечно, финансами в основном этого проекта. Очень, конечно, это здорово. Да, и аппаратуру тоже на эти деньги обновляем, покупаем. Спектакли, сейчас я посчитаю, в 17-м яйцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять спектаклей за этот период сделали. Различных. От «Клоуна» до «Яйцо», там, через Шаргина, вот, Шишову напасть. То есть Александр Сергеевич Пушкин, «Сказка о царе Салтане», «Солдаты» Джимей Горыныч, «Басни Крылова». Классика вечная. «Волосел при Яслях», рождественская такая история. Вот. И сейчас, в 24-м году, готовим спектакль, опять же, ну, понятно, 225 лет, по сказке Александра Сергеевича Пушкина, «Сказка о мертвой царевне, семи бактериях». Вот. Ну, классика, согласен. Да, да. А в преддверии праздника чем занимаются театры ваши? В преддверии праздника мы готовились к поездке. И вот сейчас, буквально через два часа, там, с небольшим, мы отправляемся в Москву на ВДНХ с интерактивной программой «Секреты кукольных мастеров». Очень здорово. Ну, не знаю, как страшно. Ну, на самом деле, театр «В народ» как раз идет. Я понимаю, что это вот и есть, да, как раз театр «В народ» идет. Ну, посмотрим, как это. Да, я уверен, что все будет хорошо. Спасибо, Шей Денис. Успехов. Успехов, да, 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 да. А в преддверии праздников сейчас получилось так, что шесть спектаклей подряд отработали. В КРЦ «Звезда» показали «Маленького принца» в новом составе, потом в театре «Упер и балета» 18-го показали «Маленького принца», два спектакля. И 21-го, вот буквально накануне, космическую сагу невозможную и возможным. Поэтому, кажется, у нас такой был напряженный график работы. Ну, и то же самое, готовимся вот 27-го, прямо в канун праздника. Мы даем большой концерт, поет «Задумка» в Доме ветеранов, для ветеранов войны и труда. Они нас очень любят, наших детей, и всегда встречают с большим-большим желанием. Ну, «Задумка» замечательно поет, у вас это профессионально получается, и, соответственно, конечно, это... Главное приносить радость людям, когда им это по душе, когда они довольны, и мы, дети наши, тоже очень стараются. Большое спасибо за интересные беседы. Я вам желаю успехов в вашем важном, на самом деле, труде, потому что то, что вы делаете, ну, вы работаете в первую очередь, конечно, на детскую аудиторию. Это самое главное. Спасибо. Самое главное. И мы сейчас посмотрим сюжет, и затем уже продолжим беседу в новом составе. Спасибо. «Солнечный удар» И сейчас является художественным руководителем театра. В 95-м году театр получил статус муниципального, а в 2002-м городские власти предоставили коллективу здание «Памятник архитектуры и культуры», построенный архитектором Щербачевым в начале 20-х годов. В 2007-м году там сделали ремонт, а в 2018-м зданию был возвращен первоначальный архитектурный облик. Сейчас в рамках нацпроекта «Культура» театр закупил новую световую звуковую аппаратуру, отремонтировал зрительный зал. Скоро там появятся новые комфортные кресла. С 2014 года театр является организатором Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы», на который съезжаются театры со всей страны. Из Москвы и Петербурга, Ульяновска, Липецка, Тамбова, Казани, Орла и других городов. В задумке 50 лет. В свой юбилей театра встретил премьеры спектакля «Космическая сага. Невозможное возможно». Постановки объединили выступления живых артистов с анимацией, графикой, новыми технологиями. Они отправляют зрителей в другие миры и счастливыми возвращают обратно. Он получился у нас таким интересным мультимедийным голографическим спектаклем с элементами 3D-шоу. И мы хотели удивить зрителя и показать, что спектакль может быть современным, новым, с использованием новых технологий. Он рассчитан на любую аудиторию, от мала до велика. Он интересен, я думаю, будет всем. Поэтому приходите, увидите. Главному герою суждено совершить невозможное, пройти тяжелые испытания, побывать в разных космических пространствах и спасти родную планету. Сегодня задумка является обладателем звания «Лучший коллектив России». Национальной премией детского и юношеского танца «Весна священная» лауреатом общественной акции «Народное признание». В нашей студии Софья Борисовна Рубина, режиссер, художественный руководитель и директор театра драмы «Камерная сцена» и Ирина Анатольевна Сидоренко, художественный руководитель театра для детей и молодежи «Мастерская». Ирина Анатольевна, Софья Борисовна, спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Во-первых, еще раз поздравляю с праздником, потому что это действительно настоящий праздник. 24-й год объявлен президентом России, годом семьи. Вот что вы планируете для показа для семейной аудитории? Потому что это как раз вот ваши темы. Это вопрос ко мне. Ну это к нам, Анатольевна. Давайте, говорите. У нас 80% в репертуаре русская классика, и всю классику можно смотреть с семьей. Но у нас есть спектакли, вот они именно сугубо о семье. Есть спектакль «Возвращение» по Андрею Платонову. Первоначально назывался этот рассказ «Семья Ивановых». Есть у нас спектакль «Однажды в Ёжкиных кошках» Ксении Драгунской. Это просто семейная история, потому что там четыре второклассника ищут своих пап. Мамы рассказали им, что у кого-то папа в космосе, кто-то подводник, кто-то в пустыне, в Африке и так далее. И вот в этом спектакле дети ищут своего отца. То есть это вот сугубо такая семейная история. И, конечно, «Станционный смотритель Пушкина». Это же притча «Возвращение блудной дочери». Согласен. У нас тоже очень много есть спектаклей, которые надо посещать именно семьей. И вообще считаю, что в театр не надо загонять огромными такими вообще партиями детей. Все-таки лучше, если театр останется у них в памяти, когда они будут сидеть с семьей в теплой компании, когда они могут чувствовать рядом любимого человека, который может им подсказать что-то, рассказать, пояснить. Поэтому тогда он, наверное, запомнит теплоту, которая будет идти от театра, и дальше уже будет его любить. А так у нас тоже очень много классики. Есть музыкальные спектакли, мюзиклы, которые тоже для всей семьи. Мюзиклы «Безмянная звезда», «Вик», «Интервильский призрак». Вот скоро будет премьера «Человек ломанческий», это «Подон Кихоту». Также вот недавно вышла «Му-му». Это тоже семейная, потому что очень часто… Да, «Идиот», «Гроза», «Мертвые души». Надо ходить на эти спектакли семьей, потому что это спектакли не для детей, даже если это школьная программа. Мы с вами все ее проходили, но никто не воспринимал ее тогда так, как можно воспринимать ее сейчас. Поэтому семейные просмотры необходимы. И мы, театры, для этого делаем все. Ну, кстати, согласен абсолютно почему, потому что это еще воспитывает зрителей, это культура определенную воспитывает. И это, кстати, укрепляет семью. Папа, мама, дети. Да, тем более в семье. Прийти красиво одетыми в красивое место и посмотреть хороший спектакль, что может быть лучше. А поделитесь мыслями вот о современном состоянии ваших театров. Вот чем сейчас они живут, какие планы на будущее? Чем состояние театра оценивать должны критики. Мы же находимся внутри процесса. Ну, критики они всегда критикуют, даже не всегда умея играть. Ну, во всяком случае, это взгляд со стороны. Мы же внутри процесса. Я могу сказать, что мы ставим, что собираемся ставить, куда ездим, куда поедем. А вот, так сказать, теоретическое осмысление, куда идет театр сейчас, это оставим театроведам. Сейчас мы в данный момент собираемся в поездку в Арзамас. У нас обменные гастроли, федеральный проект «Большие гастроли». Арзамасцы приезжали к нам, только что уехали. Теперь 2 апреля мы едем показывать пять спектаклей в Арзамас. Дальше мы едем в апреле, буквально в середине апреля, едем в Москву на фестиваль «Русская классика». Там показываем три спектакля. Затем мы готовим премьеру. У нас «Метель» Пушкина. Вот одна из повестей, повести Белкина. Мы собираемся потом поставить все повести Белкина. Вот такой у нас амбициозный проект. А сейчас пока «Метель». Работаем со своим питерским художником Георгием Пашиным. Он с нами сделал огромное количество спектаклей. И сейчас тоже делает очень интересную сценографию, очень интересное такое решение. Ирина Анатольевна, а у вас? У нас тоже жизнь бурлит. Мы репетируем, играем в спектакли. У нас много выездов в различные площадки города, потому что пока своего здания у нас нет. Но в ближайшее время, благодаря администрации, департаменту нашего города, благодаря федеральной программы, театр, национальной программы, нам скоро будет подарено здание. И за это мы… Это главный подарок. Это главный событие. Главное событие, к которому мы очень готовимся. Но это праздник будет большой. Да, это праздник. Да. И сейчас, конечно же, у нас впереди… Вот мы только что вернулись из фестиваля в Челябинске, привезли лауреатство из этого фестиваля. Да, взяли лучший спектакль. А теперь вот тоже предстоит у нас фестиваль патриотический. Мы туда повезем молодую гвардию. Вот в Саратов нас тоже позвали туда. И надеюсь, что еще впереди у нас премьеры. Мы также не можем обойти Пушкина. Да, и тоже у нас будет премьера маленьких трагедий. Мы берем две маленькие трагедии. Это Дон Жуан, каменный гость, и Моцарт и Сальери. Вот. Вот будет вот такая вот интересная у нас история. Ну, это вечно, на самом деле. Софья Борисовна, вот театр «Камерная сцена» участвует в фестивале «Русская классика. Страница прозы», который проводится в этом году, а также в программе «Большие гастроли». Что там? Ну, мы не участвуем в фестивале. Мы его сочинили, придумали. Мы организаторы, создатели этого фестиваля. Вот у нас такой единственный родился. Вот фестиваль единственный в стране. Фестиваль прозы. Показывают театры не пьесы, а показывают инсценировки прозы. То есть это еще своеобразный литературный конкурс, потому что надо еще инсценировку сделать удачно. Это конкурс личного мастерства в определенном смысле? Это вот такой вот конкурс. Будет уже пятый такой фестиваль «Русская классика. Страница прозы». Конечно, мы это делаем. Этот фестиваль при поддержке Департамента культуры, безусловно, Самарского отделения «Союз театральных деятелей». И к нам приезжают театры из разных-разных городов России. В сентябре с 23 по 29 сентября будет проходить фестиваль. В нем примут участие, конечно, и наши Самарские театры, городские и областные. И театр-мастерская в том числе будет показывать свой спектакль у нас. А также к нам приедут гости. Гости из Тамбова, из города Королева Московской области, из Нижнего Новгорода, Саратовский тез к нам приедет, Тамбовский молодежный театр. Вот такой будет фестиваль. Что-то вы еще спросили? Ну вот, собственно говоря, это главный вопрос, потому что еще участие в программе «Большие гастроли». Мы четвертый раз принимали участие, трижды до этого, и вот сейчас четвертый раз. И наши коллеги вот расскажут тоже. Да, да, да. Тоже четвертый раз принимаем. Ну, в этом году мы не принимаем участие в этой программе. В прошлом году мы были в Волгограде, да, и Волгоградский театр приезжал к нам, а в этом году вот театр-камерная сцена принимает участие. Ну что ж, большое спасибо за интересную беседу. Я искренне вам желаю удачи в вашем важном деле, потому что, ну, театры, на самом деле, на мой взгляд, это вот одна из тех культурных составляющих, которые нас, ну, оставляют людьми в это сложное, очень тяжелое, на самом деле, время. Поэтому театры, они необходимы, на самом деле, так же, как библиотеки, школы, ну, вот все вот. Это, собственно говоря, явление, на мой взгляд, одного порядка. Поэтому большое спасибо и удачи вам в вашем важном деле. Спасибо. И напоминаю, в нашей студии были Софья Рубина, режиссер-художественный руководитель и директор театра драмы «Камерная сцена» и Ирина Сидоренко, художественный руководитель театра для детей и молодежи «Мастерская». Самарские театры вас ждут. Приходите. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!